Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И меня в комментариях попросили поставить на оружие дульный тормоз. Я не особенно понял, а зачем это нужно? Давайте я посмотрю, может быть, конечно же, я что-то неправильно понял. Ну, к примеру, легенда пустоши. У нас здесь глушитель, да? А дульный тормоз. Исключительный контроль над отдачей. Слабая отдача. Низкая дальность стрельбы. Заглушает звук стрельбы. Невероятная отдача. Улучшенный контроль отдачи. Наверное, вы имеете ввиду, что... Слабая отдача здесь, да? Поэтому нужно дульный тормоз ставить. Я склоняюсь к тому выводу, что именно поэтому. Хорошо, хорошо. К примеру, страж смотрителя. Давайте мы вместо глушителя поставим здесь дульный тормоз. И посмотрим, как и на что это повлияет, соответственно. Далее, далее. Я все-таки хочу разыскать Хэнкока. Потому что нам это необходимо. Нам нужно у него получать квест. А как он нам даст квест, если он где-то шляется между Санкчуари и Замком? Я даже не знаю территорию его маршрута, по которому он ходит туда и сюда. Но я знаю только одно. Нужно закупаться и лучше всего взять нам карабин Гаусса. При этом из оружия что мы положим? Быстрые емкие ла-ла-ла. Мощные 50. Осколочные гранаты. Провоцирующий пистолет. Провоцирующий... Не знаю, не знаю, оставим. Нет, мы его уберем, пожалуй. А взамен мы возьмем... Где он у нас? Где у нас карабин Гаусса? Наш любимый. Наш замечательный. Еще попробуй и найди его. Называется. Да? Столько тут всего у нас. Что просто можно обалдеть. Я просто не помню, сколько там патрон уже у Гаусс пушки осталось. Но должно быть нормально. То есть должно хватить. Так, супер пушка. Вот она у нас. Да, давайте мы ее и возьмем, пожалуй. Так, а супер пушка-то у нас прокачанная вообще? Что-то я не припомню этого. Совершенно причем не припомню. Давайте посмотрим. Ложа с компенсатором отдачи. Болты нужны. Пусковая катушка. Длинный ночной прицел. Ну... Я бы поставил лучше коллиматорный. Вот так вот. Да. Компенсатор. Ну, да. Пускай будет компенсатор. Глушителя нам здесь не надо. Ну, в принципе, нормально. И по урону тоже очень хорошо. Конечно же, если бы я прокачивал карабины, то урон был бы примерно раза в два больше. Я это понимаю. Но... Ну, так вот. Что есть, то есть. Давайте-ка мы с вами что-то сделаем. В руки возьмем эту пушечку. Да, патронов у нас более чем достаточно. На большинство противников это... Повлияет очень конкретно. То есть, нам хватит такого количества патронов. Я в этом более чем уверен. Также мне посоветовали пойти на остров и осмотреть там какие-то... Спектакл Айланд. Осмотреть там какие-то контейнеры. Мне даже интересно, что за такие контейнеры. Фьё, хорошо пошёл. Очень-очень хорошо. Я думаю, что сейчас не самое лучшее время, чтобы здесь ходить. То есть, такая погода неприятная очень. Здесь есть где-нибудь посидеть? Посидеть? Дайте где-нибудь стульчик какой-нибудь. Блин. Это ж надо было так поставить стол, чтобы даже сесть негде. Ну, вот здесь вот стульчак здесь задвинутый. О, садовый стул. Прекрасно. Подождём. Можно посидеть ещё, да? Так. Сколько у нас там нужно? Ещё льёт. Надо подождать, пока закончится дождь. Не хочу я. Всё, не люблю дождь. Опять дождик так моросит. Но при этом солнечная погода. Это хорошо. Такой город вдалеке. И жуткий одновременно. И красивый. Ну, согласитесь со мной, конечно. Может быть, ошибаюсь. Может быть, я что-то неправильно себе представляю. Но мне почему-то кажется именно так. Наша задача сейчас здесь отыскать контейнеры. Обязательно причём. Давайте мы и поищем их. Кстати. Я же здесь хотел поставить маяк. А я его не поставил. То есть, у нас здесь никого даже и нету. А очень хотелось бы это место заселить. Электричество. Медь, керамика, шестерёнки. А для маяка что нужно? Медь, проводка, кристалл, керамика. Ох. Много всего. Но можно попробовать, конечно, тут немножечко всё поразбирать. Тут хлама столько, что, наверное, хватит на всех. Без исключения. Надо только найти подходящие места. Ну, правда, дерева нет. Дерево нам не нужно. Но всё, что кроме дерева, это уже будет полезно. В идеале найти нам какую-нибудь старую древнюю ванну. Так, это кто там стреляет? А, понятно. Тут болотники у нас. Ну, что ж поделать. Давайте поможем Кейт. А то она бедная мучается тут. Ух ты. Ничего себе. Да. Хорош. Ну да, с карабином гораздо круче. Этих тварей гораздо лучше отстреливать с карабином. Тут не поспоришь. Хорошо, хорошо. Ну, тут много горшочков. Кстати, их можно было бы разобрать уже непосредственно на керамику. И было бы это вполне так себе нормально. Так, это болты, шестерёнки. Это очень хорошо. Пластмасса. Пускай будет на всякий случай. Резина, сталь, азбест. Так, давайте мы сразу откроем. Что мы откроем с вами? Подожди, зачем я зашёл по барону? Питание. Для начала нам всё вот это нужно. Так. Разбираем. Разбираем. Так. Нам нужна проводка, кристалл и керамика. Всё остальное тоже можно для приличия разбирать. Керамика, кристалл, проводка. Где же взять-то? Не то совсем разобрал, что хотелось бы. Нам здесь нужны поселенцы. Нам здесь обязательно нужны поселенцы. Нихера себе, сколько тут хлама-то. Содержимое помещено на верстак. Ну, естественно, на верстак. Вон они, контейнеры. Мы их с вами сейчас посетим. Но раз уж я сюда пришёл и начал всё это изучать самым внимательным образом, то надо всё это дело изучать. Обязательно. Потому что без этого никак. Здесь, кстати говоря, лодку. Да, лодку лучше разобрать, чтобы никто из наших потенциальных будущих жителей в этом месте не утонул или ещё что похуже. Вот она, керамика, пластмасса. Хорошо. Так, ещё нам керамики чуть-чуть совсем надо. И будет дело в шляпе. Проводка. Кристалл. Я вот не знаю, где можно взять проводку с кристаллом. Это уже реально сложно. Даже луч не обсказал. Так, стульчики можно вот так вот поставить вот здесь вот. Так, ну чё ты не перемещаешься-то, слышь? Он, похоже, неактивный совершенно. К большому-большому сожалению. Я вот сейчас бегаю здесь, я понял, что тут я вообще ничего не изучал. Нифига. Представляете себе? То есть этот остров, можно сказать, по большому счёту даже и не изучен его вовсе. А что это там за место такое? Надо будет туда сплавать, посмотреть. Интересно даже получается. Кислота. Кто бы мог подумать, что из бочек можно кислоту получить. Это очень оригинально и интересно. Опа-на. Сушилка. Пластиковая тарелка. Пластиковая тарелка. Да, давайте мы её возьмём. Крышка. Шпилька. Да, это контейнер со всяким хламом. Давайте же мы всё это разберём. Не знаю, хорошо это или плохо. Но пускай будет. Здесь... А здесь вообще ничего. Да, слушайте, тут и правда много контейнеров. И почему-то я всё это дело пропустил. Так что огромное спасибо, что вы мне посоветовали всем этим заняться. Так, да. Всё это разобрали. Все ресурсы, они здесь пригодятся однозначно. Много стали, много кислоты. Но мы с вами очистили берег, можно сказать, по большей части. Ну как по большей части. Просто хорошо очень почистили его. Да, тут, наверное, что-то будет такое достаточно заманчивое для нас. Что можно будет либо разобрать, либо сразу же взять с собой. Ящики, к сожалению, не разбираются. Ой, точнее, не лутаются. Только разбирать их можно. Плюшки, да. Можно сказать, плюшечки, грубо говоря. Много халявного дерева. Называется, бери, не хочу. Но мы и будем брать, почему нет. Надо было, правда, взять лекарства, да, из этой, из аптечки. Но. Чё-то я. Чё-то я не взял. И что я наделал? Неужели придётся теперь? Ну, придётся, да, джетпэком пользоваться. Увы. Сталь, пластмасса. Пластмасса у нас дофига. Нам нужна керамика. Вот керамика, да, действительно, это то, что нам нужно. Действительно, хорошая вещь. Так. Ну, ладно, на этот раз не будем здесь ничего трогать. Те манекены, они меня немножечко пугают. Не, реально меня это теперь всё пугает. Слушайте, чьих так тут много, почему у них в таких страшных позах здесь лежат? Как какие-то незаконно перевезённые люди. Обалдеть можно. Чё-то как-то даже это всё стремновато. Столько дерева, пипец вообще. Можно будет тут деревянные дома строить. Кстати, хороший вариант. Почему бы здесь не построить деревню? К примеру. Было бы действительно круто. Ну, просто представьте себе. На какое-то мгновение, что здесь мы с вами сделаем деревню. Это же будет вообще-то замечательно. Вот, замечательно, да. Прекрасно. Изолента. Давай-ка. Чё-нибудь мы тут да найдём полезного. Это я вас уверяю. Так, стоп. Что это такое? А, это, блин, это ящик. Здесь всё в текстурах. Ящик в текстурах, всё остальное. Так, стоп. Это... Нет, это не манекен. Совсем не манекен причём. Поэтому даже не паримся. Интересно, когда мы сразу разбираем всю пауку, это всё засчитывается или нет? Не знаю. Хороший вопрос. Опа-на. Опа-на. Несколько сейфов. Давайте посмотрим, что в них... Что в этих сейфах. Хе-хе. Даже очень интересно. Двойные деньги. Заряд плазмы. Модная щётка. Короткостольный пистолет. Это так себе. Очень даже так себе. Что-то вспомнил отель перед городом Салем. Что-то как-то сейфов там маловато. Прикольно, конечно, так. Романтика такая, знаете. Своеобразная достаточно. Извращённая немного. Что-то Кейт там круги нарезает. Да. Давайте мы всё это тогда разберём. Потому что нам это, в принципе, и не надо. О, прекрасно. Так, это что? Это всё. А, это всё коробки. Обычные. Ничего в них такого особенно интересного нет. Ладно. Тогда вопрос остаётся прежним. А что нам делать с проводкой кристаллу? Так, мужик. Чё с ним случилось, я не знаю. Но он, походу, успел сейф стырить. А это нехорошо. Давайте мы ему поможем. Мы за него вскроем сейф. Который он так и не успел вскрыть героически. Изолента. Лабораторная ёмкость. Ага. Так. Лачугу вот эту. Да. Лучше бы убрать. Потому что... Гадость. Гадость. Пластмасса. Опять пластмасса. Ну, ёлопал. Ну, сколько можно пластмассы-то здесь, а? Ну, дофига же ведь. Девать уже некуда эту пластмассу. А пластмасса нам, между прочим, и вовсе не нужна. Нам нужно что-нибудь такое более приличное. Хотя я видел в отдалении там хижину. Можно будет туда сплавать. Посмотреть, что там. Во всяком случае, с керамикой проблем никаких нет. Проводка и кристалл. Вот это вот нам действительно нужно. Я думаю, санкчуаритера придется сгонять. Так. Дерево. Сталь. Керамика. Да, место, конечно, жутковато. Так, с керамикой у нас теперь полный порядок. Теперь нам нужно только найти где-то... Кристалл и проводку. Это все электроника, если я все правильно понимаю. Причем такая достаточно сложная электроника, над которой придется позаморачиваться. Но это действительно вариант хороший. Посмотрим лучше мы на корабле все это дело. Я не знаю, зачем здесь этот генератор вообще. Чем здесь какой прок от него? Что он дает хорошего? Не знаю. Совершенно причем не знаю. Сталь. Все это просто сталь. Хотя было бы хорошо агрегаты поразбирать. Это действительно пошло бы, наверное, на пользу. А тут вообще... Блин, что пыли-то так много? А тут вообще ничего интересного нету. Абсолютно. Ну, хорошо. Хорошо. Теперь мы хотя бы это знаем наверняка. Что тут мы были. Тут мы с вами были. Тут мы с вами успели немножечко так полазить. Здесь я ничего трогать не буду, потому что тут можно еще что-то будет как бы дать поселенцам. Стекло. Все это содержимое у нас переходит автоматически на верстак. Да. Почему-то много мертвых поселенцев. Не знаю, почему вообще. В чем прикол? Ну, все это... Да. Все это надо разбирать, потому что мусора полно. Рейдеры тут что-то еще делают. Слишком много тут всего, я бы вам сказал. Текстиль даже, представляете себе. Спальник. Вот это тоже разберу на текстиль. Пофигу там на всякие патроны и так далее. Это мы с вами все отдельно будем делать. Главное, здесь все это безобразие расчистили. Это замечательно. Что там можно убрать? Вот так. То есть здесь в потенциале можно весь этот остров облутать. По-хорошему изучить. Чем я сейчас, в принципе, и занимаюсь. Даже, знаете, как-то увлекся с головой. Даже не замечаю того, что происходит вокруг. Совершенно причем. И, наверное, это хороший признак достаточно. Стимулятор, очищенная вода. А здесь антирадин. В принципе, все. Хотя я это не буду убирать, потому что тут можно будет постоянно пополнять запас. Было бы с моей стороны достаточно глупо все это дело удалять. С помощью вот этого нашего редактора своеобразного. Хорошо, теперь посетим вот эти два места. И поплывем туда, где я увидел странный остров. Рядом, который находится. А вот и керамика еще дополнительная. Дополнительная. Она нам не помешает. Тут у нас огород, да? Мы все это дело с вами обязательно восстановим. Даже и не сомневайтесь. Так, эту лачугу давайте уберем. Мы здесь все будем переделывать заново. Место это мне очень сильно нравится. Водяная колонка даже своя есть. Представляете себе. Хотя вот это место, оно страшноватое. Вот где вот эти контейнеры. Оно мне... Ну, совершенно никак не нравится. Так, забор. Ты мне не нравишься, ты мне. Все. Поплыли. Лучше, наверное, из силовой брони вылезти. Хотя, мне сказали, между контейнерами двигаться. Ну, я не знаю, в общем. Я думаю, что, скорее всего, правильно все сделал. Фига себе, тут все покорежено. Или это листочки такие. Непонятно. Ни фига себе тут. Ни фига себе тут. Целая затопленная баржа. Представляете себе? Офигеть. Ладно, давайте мы отсюда выплавим уже. Ну, тут уже, да. Тут уже ничего не поразбираешь. По одной простой причине, что... Не получится. Тут даже домик для псин. Если бы ты меня напугала, Кейт. Ты меня очень сильно напугала. Нельзя так делать. Радыкс. А вообще, тут что-нибудь полезное-то есть. Исключительно странное место, знаете ли. Патрон. Вишневая ядеркула. Да, можно взять. Очень странное местечко. Здесь даже псина была какая-то своя. Ну, сейчас ее здесь не вижу. Тут, похоже, хозяин этого места. Который загорает здесь уже давно. Очень. Точнее быть, если загорал. Пустой шкафчик. Ну, место, в общем-то, такое. Ни о чемное. Еще раз давайте мы разберемся, что нам надо с собой взять. Из санкчуалии или из замка. Для того, чтобы мы могли здесь поселение основать. Я не хочу просто несколько раз туда-сюда бегать. Но думаю, что придется. Да. Ну. И? И что? Залезай. Что я думаю? Так. Почему не включается-то? Что-то ерунда. Неужели слишком далеко? Во! Теперь нормально. Теперь вполне себе так. Ничего. Кейт там плавает. Мы и мешать не будем. Значит, кристаллопроводка нам нужна. А также нам... Ну. Шестеренки. Давайте мы сразу поставим с вами. Генератор около оранжереи с верстаком. У нас верстак же где находится. Здесь, по-моему, да? Или где? Хер узнать. Короче, тут поставим мы с вами. Маяк вот этот. Здесь пускай он будет. Опа! Теперь. Проводка и кристалл. Надо найти вещи, которые нам это все дело дают. Вот. Санкчуаре. Называется, пошел на остров, посмотреть, как там дела. Решил основать деревню, да? Нормально. Так. Проводка и кристалл. Хлам. Какая-нибудь такая, наверное, штука интересная. Стекло, кислота, пластмасса. О! Военная электросхема. Проводка. Прекрасно. Теперь кристалл нужен. Я думаю, кристалл мы тоже найдем сейчас. Достаточно быстро. Мне интересно только в чем. Ага, вот. В камере. И одна камера. Все. Мы, в принципе, можем с вами основать поселение. Спокойненько так. Ой, какие страсти. Я еще такого ни разу не встречал. Такой монстр вообще есть, интересно? Должен быть, по идее, да? Так. Давайте. Мы с вами теперь заселим. Заселим это место поселенцами. Просто великолепно, да? Опа! Ага. Все. Мы подключили это дело. Теперь. Теперь здесь должны потихоньку появляться наши поселенцы. Как бы это только проверить, что они появляются здесь. Хороший-хороший вопрос. Да? Давайте мы телепортируемся в Санкчуаре. А потом снова сюда и посмотрим, есть какой-то результат. Потому что я тоже думаю, а не зря ли мы столько провозились. И с другой стороны, как они сюда будут добираться? Здесь же этот остров полностью окружен водой. Причем расстояние такое нехилое. До этого острова. До этого острова. С любого... С любой части материка. Вот это получается очень интересный такой вопрос. Будоражащий. Пока что никого здесь я из поселенцев и не вижу вовсе. Маяк-то включенный. Да. Ага. Так. Ноль мест. Ну хорошо. Давайте мы с вами кровать поставим здесь. Мебель. Кроватья. Я не знаю даже вообще, где здесь поставить кровать. Можно по-хорошему. Давайте начнем отсюда. Давайте вот отсюда начнем. Вот так вот поставим. Примастим одну кроватку. И... Ну пускай будет так для начала. Да? Мешок с удобрением. Это хорошо. Вот у нас есть. Защита. Также нужна защита. Оборона. Стражевые посты. Турели. Турели мы с вами... А, стоп. Тут прожектор можем поставить. Вот так вот ради прикова, да? Взять и прилепить его куда-нибудь здесь. Тут можно где-нибудь его примастить? Так. Аккуратненько совсем. Нет. Нет, по-моему, его надо все-таки ставить на первом ярусе, да? Как-то вот так вот типа. А, для него электричество необходимо. М-м-м-м. Она открывается. Но мусор здесь, конечно, просто страшный. Я даже не знаю. Это здание даже никак не сравняешь с землей. Вот это самое грустное. А из людей здесь хоть кто-нибудь живой? Я пока что никого не вижу вообще. Где все гуляют? Радыкс? Да, это хорошо. Где все отдыхают? Непонятно. Но поселение здесь можно развить достаточно большое. Но нужно все-таки прожектор-то активировать, да? Для этого нам нужны шестеренки. Давайте мы тогда так и сделаем. Пойдем возьмем. Сделаем эти шестеренки. Чтобы этот проектор могли с вами слепить. Потому что как-то обидно получается. Хочется, чтобы там поселение развивалось. А чтобы оно развивалось, нужно, обязательно нужно, я это слово подчеркну, соблюдать все требования, которые они просят нас выполнить. Шестеренки. Так. Смотрим, где они у нас, эти шестеренки. Дерево, пружина, кожа, пробка, клей, текстиль. Вот они, шестеренки. Задняя нога. Робопония. Что она там, про мусор что-то говорила? Ничего, пускай женщина говорит. Это, знаете, как... Поговорка какая-то. Вот хотел сказать, какая поговорка и забыл. Ну ладно. Не получится сумничать. Совершенно не получится. Так. Давайте мы с вами еще один генератор поставим, да? Тогда придется переставить здесь все. Вот. Вот где-нибудь... Вот тут мы поставим еще один генератор, да? Вот так вот, красиво очень. Ага. Потом эти бочки мы сраные уберем. Чтобы они не мешались. И тут поставим проектор. О, как! Вот. И счастье сразу повысилось. У одного человека. Которого я здесь просто не могу найти. Потому что этот остров, он реально огромный. Если говорить про то, какая тут... Ну, какая из территории самая огромная получается, да? Во всем фуллауте 4. Для постройки поселения. То это именно эта часть. Здесь можно реально сделать целый мегаполис. И проблема-то не состоится. Там вон еще какой-то остров. Но это уже другая история, да? Опять труп, что ли? Да. Опять труп. Что за ерунда? Почему здесь так много трупов? Что я не понимаю, того не понимаю. Эту постройку можно снести вообще? Я бы, например, очень хотел. Потому что мне это место... Ну, не нравится. Ну, как у собаки пятая нога. Серьезно вам говорю. Так, бромин. Бромин появился. Это уже очень хорошо. Это просто замечательно. Я очень сильно рад этому. И доволен. То есть, если есть бромин, значит здесь и будет жизнь своя. Ну, народу нужно больше. Тогда мы хоть кого-нибудь с вами донайдем. И при этом труда это, в принципе, не составит вообще никакого. Я думаю, так. Да. Конечно, хотелось бы сплавать на вот этот вот остров. Но это, блин, опять много времени. Очень-очень много. Ну, ладно. Давайте сплаваем. Фиг с ним. Почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Все-таки это достаточно прикольно. А вам тоже интересно, да? Что там находится на том острове? И у нас очень много радиации идет. Сейчас бы, скажем так, не была бы лишней способности гуль. Ну, я медикаменты просто не принимал. Давайте, кстати, о птичках. Блин, надо выплыть. Вот. Медикаменты надо принять. Обязательно. Антирадин. Потом. У нас очищенной воды много. Надо эту воду сейчас пойти да продать. Потом. Радыкс. Вот так вот. Какой-то тут корабль. На карте он вообще отмечен? Нет. На карте он даже и не отмечен. Представляете себе. И вон еще какое-то место. То есть здесь можно, в принципе, гулять достаточно долго. Кроволист. Какое-то место тут странное. И жуткое. Очень-очень жуткое. И здесь никого нету. Вообще. Ну, конечно, с другой стороны было бы странно, если бы тут кто-то был. Согласитесь. Ну, по крайней мере, все вот эти полицейские. А, слушайте, полицейские вот эти, да, это лодки, это круто. Мы такие с вами даже, по-моему, здесь еще и не встречали, да? В фуллауте. Такой опрос очень хороший. По-моему, не встречались все-таки. Я не могу припомнить ничего по этому поводу. Патроны бери. Обязательно. Так, теперь вопрос. Где у нас поселение? Ага, вон оно. Маячок, кстати, прикольный. Ладно, поплыли. Мы же правильно, да, все правильно. В сторону острова плывем. Конечно, можно было бы использовать fast travel, но коль уж поплыли, значит поплыли. Радиация, конечно, блин, собака такая реально напрягает. Но, если бы мы пошли в силовую броню, было бы еще хуже. Там вообще было бы неприятно. Так, мы уже рядом с островом. Успеем? Успеем вылезти из воды. Так, значит, что нам нужно? Радиацию увезти. Это антирадин. Ага, замечательно. Так, теперь где наша силовая броня? Вон она. Вылезли мы совершенно не там, где бы хотелось. Но это, в принципе, и не так уж и важно. То есть, этот остров окружает еще несколько островов, которые не просто можно, а нужно даже изучать. Кстати, я так смотрю. Вон там. Что там по карте у нас? Там граница локаций, но кто же его знает? Тут места очень много для изучения, и все эти места очень интересные. Так, а почему пишет мест ноль? С какой стати? Я же место одно построил. Подождите-ка. Подождите-ка секундочку. Дорогие мои. Как так? Одно место должно быть. Что случилось? Что не так? Вот жить. Ну, так бы сказали, что еще одно место требуется. Так, кровати. Да, вот. Сейчас мы, сейчас, сейчас поставим. Вот еще одно место. Пожалуйста. Уже больше мест. Давайте мы тогда теперь вот это поставим, передвинем чутка. Вот, вот так вот. Чтобы удобнее было. Чуть-чуть. Ну же. Ну же. Курва. Ну, так вот. Нормально вполне. Уже мест побольше будет. И наших поселенцев уже здесь побольше будет. Правда, я до сих пор здесь никого не вижу. Даже ближайшие округи. Попрятались. Ну, ладно. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх. Добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока. Пока.